Министр экономики Армении Ваан Киробян в своем фейсбуке написал. Касательно информации, распространяемой последние два дня в российских СМИ, а также армянских о том, что предусматривается ограничить экспорт некоторых видов продовольственных товаров в страны ЕАЭС, сообщаю, что вопросы продовольственной безопасности Армении находятся в центре внимания и под непосредственным контролем правительства Армении. Он призвал сограждан воздержаться от бесконтрольной покупки продовольственных товаров в больших количествах. Но невозможно умолчать, несмотря на это авторитетное заявление, сделанное посредством авторитетного министра, соотечественники что-то не прислушиваются. Уже вторую неделю с прилавков магазинов сметается мука, сахар, подсолнечное масло, цены на которые не перестают повышаться. Конечно, во многом ситуация является следствием панических настроений в обществе, спровоцировавших ажиотажный спрос. Однако, когда Киробян, да и другие представители команды власти призывают население не паниковать, это уже автоматически превращается в повод для паники. Репутация у этой власти такая токсичная. С учетом этого вызовы, связанные с ожидающимся продовольственным кризисом, только усугубляются. Как тут не вспомнить легендарного арцруна Аванесяна, 43 дня вещавшего об успехах армянских бойцов на фронте, железобетонно утверждающего. Мы побеждаем. Как не вспомнить его признание после войны в том, что ложь о победах объяснялась стремлением не сеять панику среди населения. Да, в какой-то степени сдерживать панические настроения тогда в ходе войны удавалось враньем, однако послевоенный шок от правды для людей оказался практически сокрушительным психологическим ударом. Теперь представитель той же власти убеждает население в том, что на продовольственном фронте все под контролем, что мы побеждаем. И тут сразу же напрашивается вопрос, не врет ли Киробян, преследуя единственную цель, сдержать панику среди населения. Это даже не вопрос, это обоснованное подозрение. Вот и стремятся люди застраховаться от очередного шока, заранее готовясь к худшему. На самом деле нынешний потребительский ажиотаж на рынках товаров первой необходимости является прямым следствием абсолютного и заслуженного недоверия общества к представителям власти. На самом деле призывы к спокойствию из уст нынешних чиновников, олицетворяющих ложь и фальсификацию действительности, лишь подогревают панические настроения. Есть, разумеется, и объективные причины для беспокойства. С одной стороны уже практически мало у кого в мире остаются сомнения в том, что глобального продовольственного кризиса не избежать. Например, на днях официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Ферер заявила, нам предстоит новый вызов в агропромышленном секторе. Мы следим за ситуацией и ее последствиями для наших сельхозпроизводителей и для продовольственной безопасности в мире. В связи с тем, что Украина и Россия являются крупными поставщиками экспортируемых в большом количестве продуктов питания. На этой стадии в ЕС нет угрозы для продовольственной безопасности, так как мы являемся крупным производителем зерновых. Но будут последствия для цен из-за нарушенных торговых обменов. По сути, даже у представителей в ЕС язык не поворачивается утверждать, что все под контролем. А вот у Кирабиана поворачивается. Таким образом, и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективах продовольственные проблемы Армении практически неминуемы. И наконец самое главное, сегодня на пороге глобального кризиса, в том числе и продовольственного, по-прежнему управляет армянским государством группа лиц, которая полностью провалила борьбу со всеми вызовами. Эта команда проиграла войну с Азербайджаном, она потерпела поражение в борьбе с коронавирусом. И вот сейчас Армения под руководством тех же лиц входит в этап колоссальных глобальных потрясений. А от правительства слышим, что все под контролем. Что это? Неужели опять мы побеждаем? Уроки истории так и нас ни к чему не учат. Увы, очень жаль. Подпишитесь на канал, ставьте лайк и прокомментируйте.